Говорит и показывает Москва. С вами Валерий Соловей. Это 106 выпуск программы «Что происходит?». Вы увидите его в понедельник, 22 января, в час пополудни или несколькими минутами позже. Основные темы выпуска. Готовится громкая политическая сенсация. Как и на что способны повлиять башкирские протесты и тяжелые времена, и странные заявления. Может быть вы помните, дорогие друзья, еще не так давно, несколько лет тому назад, для привлечения внимания какой-то информации, использовались такие уже давным-давно набившие оскомину заголовки, как «сенсация», «шок-контент». И вот то, что я вам сейчас хочу рассказать, то, что я хочу вам поведать, это действительно тянет на полномасштабную политическую сенсацию, и не только в размерах Российской Федерации. Те из вас, кто читает телеграм-журнал «Генерал СВР», и главное смотрят, точнее слушают аудиоролики «Генерал СВР», наверное, обратили внимание, что за последнее время, по крайней мере, несколько раз, генерал намекал на то, что в начале этого года, ближе к концу января или феврале, произойдут некие очень важные, или точнее могут произойти некие очень важные политические события. А в своем посте в телеграм-канале «Генерал СВР» прямо написал о том, что готовится назначение нового премьер-министра взамен Мишустина. И этот премьер-министр охарактеризован как технический. Естественный вопрос, а кто же этот счастливчик или, наоборот, неудачник, которому, по идее, суждено пробыть премьер-министром всего несколько месяцев до появления полноценного премьера? И вот я вам сейчас расскажу, что это за человек, точнее, кто планируется на эту роль. Ну, не хочу сказать, что главную роль в российском паноптикуме, но одну из важнейших совершенно точно. Ну, дорогие друзья, я вам расскажу в виде квеста. Я вам опишу характеристики этого человека. Они будут точны абсолютно, их будет достаточно для того, чтобы вы определили сами, кто это. И вы напишите вот под этим роликом свои предположения о том, что это за человек. И в четверг мы с вами сверим ваши предположения с моей точной информацией. Ну, это вот, я думаю, неплохая попытка поучиться самостоятельной, хотя бы в минимальных размерах, самостоятельной исследовательской работе в области текущей политики. Начну с того, что это не Дмитрий Патрушев. Дмитрий Патрушев в качестве технического премьера не рассматривается. Это первое. Второе. Этот человек, который должен стать, должен стать, это не означает, что он непременно станет техническим премьером, сравнительно молод. Ему еще нет и 50 лет. Но, если быть точным, ему 45 лет. Он возглавляет одну из крупнейших российских госкорпораций. Не крупнейшую, но одну из крупнейших российских госкорпораций. Третье. Это чрезвычайно важно. Этот человек, сын очень близкого друга покойного президента Путина. Еще один фактик в вашу копилку. Этого человека зовут так же, как и отца. Ну, естественно, как вы можете резонно предположить, тем самым этот человек представляет интересы так называемых питерских деловиков. Это давнейшее деление на питерских силовиков и питерских деловиков. Или питерских деловых. Помните, воров в свое время так называли деловые. Это представитель питерских деловиков. Я думаю, что я сказал вам достаточно для того, чтобы вы легко идентифицировали этого человека Еще раз, напишите в комментах под этим роликом свои предположения А в четверг мы ваши предположения сверим с той информацией, которую я вам сообщу Вы поняли, да? Молодой человек, глава одной из крупнейших госкорпораций Сын близкого друга покойного Путина Вот представляет, как мы можем предположить, интересы коалиции питерских деловиков Ну, это естественное предположение Теперь вопрос, значит, когда предполагается назначение? Речь идет о том, что он будет назначен, если это вообще состоится Это очень важно подчеркнуть в моем случае Сколько меня часто упрекают за то, ах, как же так, ваши прогнозы не сбываются Я сейчас вам рассказываю о намерении Это очень серьезное намерение управящей группировки элиты Это намерение согласовано с Патрушевым У этого намерения есть причины Я вам сейчас чуть-чуть дальше об этих причинах расскажу Это намерение предполагается существить в феврале Но, знаете, гладко было на бумаге ходить по врагам Поэтому только практика сможет подтвердить или опровергнуть то, что я вам сейчас сообщаю Кстати, какова роль отводится ныне пока еще действующему премьеру в случае прихода нового Перед ним довольно забавная дилемма Помните, как в фильме «Кавказская пленница»? Или я веду ее в ЗАГС, или она ведет меня в суд И в суд, или в милицию, я уж точно не помню Так вот, дилемма перед ним действительно такая Или он становится государственным чиновником уже, конечно, не такого разряда В частности, он может стать полпредом во главе Южного федерального округа Или против него может начаться следствие по злоупотреблению Это я имею в виду Мишустин А теперь о причинах, по которым нужен новый премьер-министр технически Были ли в истории России такие технические премьер-министры? Да, были Один, наверное, для вас забытый пример Это Виктор Зубков, который был премьером сентября 2007 года по маю 2008 Он, что называется, грел кресло для Путина Который впоследствии и стал премьер-министром, вы помните Кстати, Зубков жив, здоров Большую часть времени, если не все свое время, проводит на Лазурном берегу во Франции В французском Лазурном берегу И на самом деле, это очень влиятельный человек до сих пор Причинах влияния сейчас распространяться не буду Они выходят за рамки той тематики, которую мы обсуждаем А был еще более известный на шумевшей технически Пример, прием, премьер Это Сергей Владимирович Кириенко Так вот, для чего назначают нового технического Точнее, хотят назначить нового технического премьера Вам, естественно, сейчас в голову закрадываются предположения Неужели дефолт? Нет, нет Нет, не для дефолта Для дефолта нет никаких оснований в российской экономике В российской финансовой системе Но предполагается, что премьер-министр может осуществить ряд неприятных задач С тем, чтобы тот, кто придет ему на смену То есть будущий премьер, настоящий 146-процентный, который станет президентом Не имел на себе этого неприятного репутационного и имиджевого груза Это одно предположение Второе предположение Оно, кстати, не умаляет первого И, как ни странно, стыкуются с ним Я уже сказал, что этот новый технический премьер По идее представляет интересы питерских деловиков И тем самым он усиливает позиции этого клана Позиции этого клана несколько ослабли Усиливает позиции этого клана во взаимодействии с Патрушевым И другими элитными группировками Которые составляют правящую сейчас в России коалицию Я напомню, я вам уже несколько раз говорил о том Что в конце ноября было достигнуто соглашение О том, что премьером после инаугурации президента становится Дмитрий Патрушев Потом Евгений Васильевич, который играет роль Путина Объявляет о своем уходе в отставку И прочее, прочее, прочее Ну так вот, в этом возможном назначении Еще раз, не предрешенном, а возможном, даже весьма вероятном Кроется намек на серьезную политическую интригу А представьте себе, что тем людям, которые сейчас лоббируют назначение Этого технического премьера, он понравится А представьте себе, что они будут неплохо справляться с делами Ну, относительно неплохо по довольно скромным российским меркам А представьте себе, что те люди, которые подписали меморандум с Патрушевым О взаимопонимании, о планах отразительной верховной власти После инаугурации, а точнее до инаугурации, передумают Можете себе представить это? Я думаю, что легко Я думаю, что такие вещи как раз очень легко можно представить То есть, все может пойти совсем не так Совсем-совсем не так Как было записано в соглашении и как было договорено А когда это не так прояснится? Ну, я не уверен, что непосредственно в марте Я бы сказал, что все-таки чуть-чуть позже Но до лета Вот это вот не так Вот эти вот внутренние нестроения Перерастающие в серьезный внутренний конфликт Я, кстати, вот об этих внутренних нестроениях Перерастающих в серьезный внутренний конфликт Конфликт, который на самом деле раскочегарит Россию До ситуации общенационального кризиса Я буду делиться с вами Вот соображениями, рассказом об этом 15 февраля в 20 часов московского времени В своем онлайн-выступлении Традиционном онлайн-выступлении Ссылки я пока не оставляю Она появится позже Но вы для себя запишите 15 февраля в 20 часов онлайн-выступление Которое называется Борьба бульдогов под ковром Ну или хотите, не просто борьба А кровавая ожесточенная схватка бульдогов Правда, кровью как бы нам не пришлось обливаться Это то, что касается политической сенсации А теперь переходим к башкирским протестам Это было самое, наверное, значимое и заметное событие В внутренней политической жизни России На прошедшей неделе Эти протесты носили по нашим меркам массовый характер Они оказались неожиданными Доказывая аксиому Это известная аксиома политического анализа Массовая динамика Даже аксиому не надо доказывать Демонстрируя аксиому политического анализа Массовая динамика непредсказуема Так оно и получило в случае Башкирии Башкортостана Я не буду вдаваться сейчас в выяснение В анализ скрупулезный Тем более анализ причин протеста Я думаю, что любой человек, живущий в России Живущий не в Москве Хотя, впрочем, и в Москве, и в Питере Скажет, что в любом регионе России В любом городе и городке Найдутся серьезные, более чем весомые причины Для недовольства Правда? В случае с Башкортостаном В случае вот с этим протестом Который вывел на улице Несколько тысяч человек Селение Баймак Очень важен еще был национальный фактор Я бы сказал, даже не только национальный А вот сфокусирую Этнический фактор Это было, что называется Выступление глубинного башкирского народа Но для нас сейчас важнее При тем, какие бы мы оценки Не давали этому выступлению Как бы мы не анализировали его причины Другое Это выступление способно вызвать Межрегиональную и общенациональную динамику Мой ответ отрицателен Нет, шансов на это нет Это региональное Это было региональное событие Без общенационального потенциала И здесь можно привести более даже яркий пример Когда длительный региональный протест Не смог вызвать общенациональной реакции Общенациональной динамики Хабаровск Лето 2020 года Массовые и долгоиграющие выступления В поддержку и в защиту фургала Они не вызвали сильной И вообще никакой Практически никакой Общенациональной реакции Кроме интереса и сочувствия Почему так? Это интересный вопрос Его можно специально обсуждать Но одна из причин Которая, на мой взгляд, на поверхности Это то, что у нас в России довольно плохо с солидарностью И с гражданским взаимодействием Я бы сказал, не просто плохо, а архиплохо Но это не потому, что кто-то из вас скажет Ну да, мы такие некомпанейские, недружные Нет, власть всячески мешала этому взаимодействию Она обрубала, она преследовала все возможные горизонтальные связи Раз за разом И отучила людей Люди просто боятся Если вас все время бьют по рукам и по голове Если вы совершаете определенные действия То вы перестаете эти действия совершать Это относится и к выражению И к проявлению гражданской и политической солидарности Но События в Башкортостане показали Что массовый региональный протест возможен Были намеки на такой протест Когда Россия столкнулась в январе В первой декаде и во второй декадах января С сильными холодами и с отключением отопления Были такие спонтанные выступления Они не носились столь массового характера Как, допустим, в Башкортостане Но она была Так вот, если мы возьмем с вами совокупность Актуальных и потенциальных конфликтных тем Вот Башкортостан, вот отопление Яичный кризис Выступление жен мобилизованных Еще какие-то проблемы Которые могут вызвать массовое недовольство То в целом мы получаем с вами Возможность формирования Очень сильного негативного фона В общенациональном масштабе В каждом отдельно взятом регионе Причины для этого могут быть разными Свои, а могут быть одинаковыми Но фон может такой создаваться И вот, исходя из того, что я вам рассказывал Освещая первую проблему Возможное и весьма вероятное назначение Нового премьер-министра Я закончил тем, что сильный внутренний конфликт В элитах неизбежен Он проявится этой весной А теперь представьте себе Что есть негативный фон Который может усилиться в связи с тем Как будут проходить так называемые Президентские выборы Именно так называемые Потому что назвать это выборами В здравом и твердой памяти Ну просто невозможно И чем негативнее фон Тем сильнее желание у элит Будет выступить Этот фон будет их подзуживать Потому что часть этих элит понимает Что пора с этим заканчивать Да-да-да Да, это действительно путинские элиты Но некоторые из этих элитных группировок Пришли к убеждению И даже не сейчас, а несколько раньше Что эту систему надо сворачивать Менять надо не прокладки Помните, как в знаменитом анекдоте О слезаре сантехники в Советском Союзе Надо менять саму систему И этот фон негативный Он создает благоприятные условия Еще раз подчеркну Для конфликта элит Как я уже сказал Вот об этой ситуации Я буду рассказывать На своем онлайн Во время своего онлайн выступления 15 февраля Теперь перейдем к военным действиям К той конфронтации Которая уже без малого два года Длится между Россией и Украиной Военная ситуация Чисто военная ситуация Военно-политическая Для Украины сейчас Говоря без обиняков Выглядит не лучшим образом Нет, не катастрофически Не трагически Но оно выглядит довольно драматично Потому что Несмотря на помощь Которую объявляют И несмотря на обещания Дальнейшей помощи На самом деле В военном отношении Украина ничего не добилась За прошедший год Она перешла к обороне Стратегической обороне Как бы не сопротивлялись Украинские чиновники Выскопоставленные В частности Господин Ермак Этим констатация Но на самом деле Есть факты Факты говорят лучше слов Да, Украина Перешла Де факты К стратегической обороне А в условиях Дефицита боеприпасов Вооружений И подготовленных солдат Ничего другого Ей не остается Да, Украина Будет продолжать Активно воздействовать С помощью Налетов дронов Возможно Ракет На российские Тыловые позиции Как это происходило Совсем недавно С нефтехимическим Производством На прошедшей как раз Неделе В Луге Да, она будет воздействовать Безусловно Изменит ли это Потенциал сторон На самом деле Не похоже Пока что Воздействие Украины Не настолько Серьезно Да, оно заметно Но оно не настолько Серьезно Чтобы Истощить Российский потенциал Который на самом деле Значительно вырос Тем паче Что Россия Тоже будет отвечать Аналогично Или Я уж не буду Здесь говорить Что было первым Да, или Украина Отвечает аналогично И у Россия Имеет Абсолютное Количественное Превосходство По числу дронов Потому что Производится Огромное количество Дронов в России Огромное количество Закупается Да, технически Часть этих дронов Уступает тому Что есть у Украины Кстати, возможно Украинцы Начав эту программу По призыву президента Производстве дронов Чуть ли И в домашних условиях Отчасти Компенсирует Это отставание Что касается Технической Иснащенности И качество Этого вооружения Качество дронов Которыми пользуется Российская Федерация Улучшается И будет в ближайшее время Расти На то есть причины В том числе По причине Поставок новых Технически Совершенных моделей Но главное Ведь Это не обмен Это не обмен ударами Да Это вот можно назвать Симметричная политика Главное для России Это Асимметричная реакция Россия намерена Открыть Я уже говорил Новый фронт Я описывал Где этот новый фронт Но до открытия Нового фронта Россия может Открыть Множество Новых направлений Если хотите Назовем их Микрофронтами Микрофронтами Где Ближний Восток Африка И некоторые Европейские страны Которые входят В Евросоюз И входят В НАТО Причем Эти микрофронты Будут открыты И будут На них наноситься Удары Под чужими флагами Не под российским флагом Тем самым Россия предполагает Отвлечь внимание Запада От помощи Украине И его шантажировать Что мол Если вы помогаете Украине То по вашему тылу По мягкому Вашему подбрющу Будут наноситься Кинжальные удары Обращаю ваше внимание Я вам сейчас Рассказываю О намерениях И о планах Я не знаю С какой точностью И насколько эффективно Эти планы Будут выполнены Ну как обычно Бывают жизни Я думаю И наша собственная жизнь Тому порукой И тому доказательством Никогда планы Нельзя реализовать Со стопроцентной Точностью Убежденностью Ну не получается Это элементарно Там где действуют люди Сложные планы Тем более Планы Направленные На то Чтобы повредить Другим людям Другим странам Они с точностью Никогда не реализуются Но тем не менее Эти планы есть Они серьезные И главное У России есть Опыт Подобных Асимметричных действий И честно говоря Опыт довольно эффективный Если вам кажется Что Россия Не умеет работать На этих направлениях То вы глубоко Заблуждаетесь Потому что Когда люди Начинают Говорят А вот посмотрите Там провал Там Дело в том Что мы с вами Знаем о провалах О победах Успехах Достижениях Эффективных операций Не те Кто наносит удары Не те Кто их терпит Эти удары И страдают Они не очень любят Говорить По понятным причинам Так что ситуация Более сложна И более напряженная Чем может На первый взгляд Показаться Тем кто не понимает Суть происходящего Ну и я сказал Странные заявления Да это странные заявления Украинских политиков Допустим Ну зачем Отнекиваться От того что Украина перешла К стратегической обороне Что здесь обидного Это обычная Констатация Ситуации Правда Лучшая политика Говорил Бисмарк Да Может быть Не стоит Особенно Во время военных действий Говорить всю правду Но не стоит На мере налгать Или допустим Крайне странное Заявление Министра иностранных дел Украины Кулеба Блумбергу Во время конференции В Давосе Мы предлагаем Вам лучшую сделку В мире Это я цитирую Вы не жертвуете Своими солдатами Даете нам оружие И деньги А мы закончим работу Ну так и хочется Продолжить А мы будем жертвовать Своими украинцами Своими жизнями Своей промышленностью Своими городами Это очень странное Высказывание Я понимаю Что господин Кулеба Хотел Понравиться Западным собеседникам Но В этом заявлении Есть какой-то намек На отчаяние Нет Не отчаяние Но намек на отчаяние С моей точки зрения Так или иначе Наверное Украинский министр Иностранных дел Бывает порой Так же эффективен В кавычках Как и его российские Визави Ну впрочем Не хочу их сравнивать Дорогие друзья Если с тем Что вы сегодня Услышали Вот в этой передаче У вас возникают вопросы Вы можете задать Свои вопросы Оставить их Под этим роликом Ставьте знак Вопроса Или пишите вопрос И я отвечу На ваши вопросы В четверг 25 января В Татьянин день Да В Татьянин день И отвечу же Одновременно На квест Который Мы сегодня Надеюсь С Божьей помощью И при моих усилиях Начали О том Кто может стать И вероятно Станет Техническим Премьер-министром В Российской Федерации Пишите свои предположения Исходя из того Что Я вам рассказал Об этом кандидате И еще Вот Я прошу вас Задавать ваши вопросы Но я хочу вам Задать вопрос Наверное Слишком много Я вам вопросов Сегодня задаю Ну Он наверное Не столь увлекательный Как тот Который я задал По поводу Кандидатуры Премьера Но тем не менее Любопытный Не сомневаюсь Что многие из вас Считают те или иные Телеграм-каналы Меня постоянно Спрашивают о том Какие телеграм-каналы Писать Публично спрашивают Или в личку Так вот Я хочу Дополнить Линейку Своих Передач Новые Передачи Обзором Но обзором Не самих Телеграм-каналов А самых важных Резонансных Постов Которые появляются В российских Телеграм-каналов За неделю Это раз в неделю Я хочу Делать такой выпуск То есть Я буду Выбирать 10 самых Важных Постов Или самых Резонансных Ну иногда Может быть Самых Курьезных Наверное Буду добавлять Один или два Курьезных Поста И эти Посты Анализировать Насколько они Правдивы Или они Неправдивы Какие Следствия Могут быть Из тех Событий Или процессов Которые В этих Постах Описаны Я думаю Что это будет Небольшой По продолжительности Обзор Может быть Минут 15 Хорошо Не более 20 минут И я хотел бы Выпускать По субботам Вечер субботы Вот вы мне Напишите Было ли бы вам Интересно Слушать такой обзор И подходит Для вас Такое время Как вечер субботы Ну естественно Вы сможете Смотреть его В любое время Смотреть Слушать Любое время Этот обзор Но я бы хотел Выпускать Вечер субботы Чтобы Очередность Была такая Значит Понедельник Аналитики Обзор Прошедшей Недели Четверг Ответы На вопросы Суббота Обзор Постов Телеграм-канал Хорошо В общем Я жду Вашей реакции И раз уж Заговорил О телеграм-каналах Дорогие друзья Я вам Очень рекомендую Подписаться На два Телеграм-канала На мой Телеграм-канал Доктор Соловей Потому что Там не только Интересная информация Но он важен Для нас Для того Чтобы Для нас с вами Чтобы поддерживать Связь С критической Ситуации Особенно В той ситуации Когда будут Предприниматься Попытки Блокирования Ютьюба Они вряд ли Окажутся Они вряд ли Эти попытки Окажутся До конца Успешными Но они будут Предприниматься В частности В феврале Будут проводиться Учения Нам с вами Надо оставаться На связи Значит Вот мой Телеграм-канал Доктор Соловей И телеграм-канал По сути Это телеграм-канал Который содержит Резюме Самых важных Западных Статей Англосаксонских Назовем их так Чертовы Наглосаксы Англосаксонских Французских Немецких О российской Политике И о происходящем Во взаимоотношениях Если их можно Так охарактеризовать Между Россией И Украиной Телеграм-канал По сути Где эти Телеграм-каналы Вот вы Проходите По описанию К этому ролику Или по первой Закрепленной ссылке И внизу Само внизу Вы видите Ссылки На два Телеграм-канала Телеграм-канал По сути Телеграм-канал Доктор Соловей Если вы еще Не подписались Я вам Настоятельно Рекомендую Подписаться Это стоит того И это вас Не обременит По времени Зато Это будет Стимулировать Как говорилось В романах Агата Кристи Ваши Ваши Клеточки Вот Наше серое Вещество Поэтому прошу Дорогие друзья Я надеюсь Из того Что я вам рассказывал Особенно в первой части Этого выпуска Аналитического Вы поняли Что события Развиваются Именно в том Направлении Которое Многожды Описывалось И много Жды Предсказывалось Да Они развиваются Не так быстро Как бы нам Хотелось Но в этом году Разрешение Произойдет И обращаю Ваше внимание Не в следующем году Именно в этом году Разрешение Главных проблем Политических проблем Стоящих перед Россией И перед российским Обществом Случится И в заключение Я крайне вам признателен За то Что вы поддерживаете Меня И поддерживаете нас Поддерживаете Морально И психологически Поддерживаете Информационно И я очень вас Прошу Продолжать Нас поддерживать Материально Это чрезвычайно Важно И это Совсем Не сложно Вы понимаете В чем смысл Материального Участия Для Сейчас Для наших людей Это одна Из немногих Может быть Чуть ли не Единственная Форма Вовлечения В гражданскую Активность То есть Когда вы Переводите Свои скромные Даяния Вы тем самым Демонстрируете Свою гражданскую Позицию И совершаете Определенное Гражданское действие Технически Все очень просто А я буду с вами Покуда у меня есть Сила и возможность Не только до нашей победы Я надеюсь И дальше И дольше И знайте Твердо знайте И не сомневайтесь Как бы ни было Сейчас тяжело Победа Будет За нами Она непременно Будет За нами